Красный квадрат представляет Добрый вечер! Добро пожаловать на игру Кто хочет стать миллионером эту пару? Называли прорывом Никто не ожидал, что за столь короткий срок Они смогут стать лучшими в мире танцев На льду абсолютные лидеры Четыре года подряд Трижды чемпионы Европы Дважды чемпионы мирового первенства В 2006 году они завоевали Олимпийское золото в Турине Встречайте Татьяна Навка и Роман Костомаров В общем, дорогие друзья Тут основное время игры уйдет на перечисление титулов В наших звездных гостей Из того, что только вот помнится Это олимпийские чемпионы 2006 года Это мы все видели Кроме того, это двухкратные чемпионы мира Вот так Это трехкратные чемпионы Европы Россия тоже многократный чемпион Ну да Раза три, наверное Семнадцати крат Нет И еще вы побеждали в каком-то гран-при Что это? Ну, это этапы гран-при есть Финалы гран-при А что круче? Олимпиада или гран-при? Ну, конечно Олимпиада Ну, раз пришли, значит Готовы Помучим Нашим олимпийским чемпионам Как и всем остальным Также придется пройти Пятнадцать вопросов Вот пятые, десятые Должны бы принести вам Несгораемые суммы Первое в пять тысяч Второе в сто тысяч, товарищи Ну, у вас есть три подсказки Звонок другу У вас есть помощь зала У вас есть пятьдесят на пятьдесят И вот еще что У вас есть право Взять те деньги Что на наших глазах Честно заработали Даже после того Как прочтете вопрос Даже после того Как подумаете над этим Даже после того Как используете все подсказки Все еще есть право взять деньги Дорогие друзья Для Татьяны Романа Начинается игра Кто хочет стать миллионером? Первый вопрос Пятьсот рублей Что лежит в портфеле У каждого школьника? Утренник Дневник Вечерник Ночник Слава Богу Я догадываюсь Итак Естественно мы отвечаем Дневник Дневник, конечно Б, дневник Ответ принят И он приносит Нашим гостям пятьсот рублей Второй вопрос Тысяча Что говорят Когда чего-то очень мало? Пес налаял Кот наплакал Рак насвистел Бес попутал Когда чего-то очень мало Я это не могу Обычно говорят По-моему Кот наплакал Кот наплакал Б Ответ принят Роман не особенно знает Когда это Что это значит Когда кот наплакал У него всего много Но однако Попал точно Тысяча рублей ваших Третий вопрос Две тысячи рублей Какая из этих стран Не входила в СССР? Эстония Туркменистан Белоруссия Болгария Болгария Ответ Д Болгария Ответ Д Болгария Приносит Нашим гостям Две тысячи рублей Четвертый вопрос Три тысячи Какой плод Пытается заполучить Белка Во всех частях Мультфильма Ледниковый период Таня Имею ввиду Сейчас мультфильм А не проект Яблоко Смотрел? Желудь Гриб Шишку Я не смотрела Желудь Ты смотрел этот мультик? Желудь Да Ответ Б Ответ Принят Желудь Вот видите Что оказывается Роман Смотрит Свободное От спорта Время Да Это Желудь Вы правы Я догадался Или смотрел Ну понятно Что желудь Белка Когда-то я видел Отрывки Из этого мультфильма Пятый вопрос Может принести Аль Пачино Первую Несгораемую Сумму В пять тысяч Кто подарил Любимый Миллион Алых Рост Песни Аллы Пугачевой Поэт Музыкант Художник Артист Конечно Художник Это был Художник Художник Ответ С Ответ Принят Ну и первое Несгораемое Ваше А по поводу Художника Знаете же Да Кто это был Кто послужил Прототипом Кто послужил Прототипом Нет Я не помню Перосмане Я смотрю А вот есть У фигуристок Например Такие почитатели Что прям ездят За ним Как за певицами По всему свету Прям сидят В первых рядах На стадионах У меня такого нет Нет Ну вообще Это есть Фигурное катание У мальчиков Больше есть Девчонки Да Ну-ка Расскажите Расскажите Ой Все вам расскажи Ну есть у нас Один такой Даже два Наверное Фигуриста Особенно Девушки Из Восточной Из Японии Ух ты Да В основном Они прям Ночуют под дверью Дарят дорогие Подарки Освещают Все соревнования Все показательные выступления То есть они вообще реальные фанатки По-моему живут только ради этого Чтобы увидеть и пообщаться с этим человеком Как здорово К сожалению мужчин таких нет Только дев Женщина Видите как Дорогие друзья Сейчас у вас есть возможность Ответить на специальный вопрос Который вы видите на экране И первый из вас Кто раньше всех Пришлет правильный ответ На короткий номер 7069 Получит 10 тысяч рублей Так вот этот вопрос Какой из этих городов Лежит южнее других А. Новый Ирлеан Б. Вашингтон С. Лос-Энджелес Д. Нью-Йорк Ну а у наших гостей впереди Шестой вопрос Продолжаем игру Этот самый шестой вопрос Может принести вам 10 тысяч рублей Звучит так Как называется Карманный персональный компьютер С функциями сотового телефона Коммутатор Коммуникатор Комбинатор Компилятор Коммутатор Коммутатор это Персональный компьютер Не компилятор Комбинатор Коммуникатор Я не уверен Ну смотри Коммутатор Это когда в приемной стоит Правильно? Коммутатор Похож на директора Я похож на директора Который все про приемную Коммутатор Коммутатор Ну коммутатор Все правильно Как называется Карманный персональный компьютер С функциями сотового телефона Ну Компилятор Это вообще Я не знаю что такое Я никогда такого не слышала Комбинатор Это человек Который все комбинирует Ну понятно Мы лучше не будем особо Разглагольствовать Ну в общем давайте Может быть все таки мы Коммуникатор Ты уверена? Нет коммуникатор Ну сто процентов И? Коммуникатор Коммуникатор ответ Б принят Ромочка Не этот Коммуникатор Правильно Коммутатор не может Коммуникатор Правильный ответ Желудь Извините Правильный ответ Коммуникатор Татьяна Очень даже права Мне все таки Какое-то пользу Давайте перейдем К седьмому вопросу На 15 тысяч рублей Вот он На каком фрукте Можно покататься По морю Банан Ананас Манго Киви Ну это мы знаем Банан Уверенно Итак дамы и господа Ответ А Приносит нашим гостям 15 тысяч рублей А вот как банан-то Правда? Вопросы для спортсменов Ну что же Идем дальше Сейчас попробуем Поймать наших радостных Игроков на излете Восьмой вопрос 25 тысяч рублей Где родился Александр Сергеевич Пушкин В Москве В Санкт-Петербурге В Болдине Михайловском Опа Вот оно и началось Подожди Кошмар Это позор Обращаю ваше внимание На подсказки Не думаешь Что это Любовь Что-то Как-то это Слишком Не в Питере Ну я думаю Зрительный зал Наверное Надо все-таки Спрашивать Смысл нам Рисковать Ну Наверное Пора уже Да Как-то сложно Такого Сомнения Есть Поэтому Лучше как-то Да Давайте помощь Зрительного зал Знает кто-нибудь Дорогие друзья Давайте поможем Нашим любимым Героям спорта Голосуем За Михайловской 65% Я сказала 18% хотели бы Чтобы он родился В Москве В Волдине 11% В Санкт-Петербурге 6% Ну Что у Меня Я тоже Придерживаюсь Либо в Волдине Либо в Михайловском Поэтому берем Михайловский Ну тем более 60% Потому что да Зрительный зал Я думаю Все-таки они Спасибо Спасибо говорю Еще рано Спасибо конечно Ну все Давай Михайловский Что нам терять Михайловскам Да Что нам терять Все Вы думаете Что если он Арина Родиону Спрашивал Где же кружка А это был Конечно Михайловский Так вам кажется Что значит Он там С этой кружкой Со спиртом Провел все детство Да В зубах Так я понимаю Вот он кружку Прямо требовал У няни уже с детства Александр Сергеевич Да Вы нас путаете Или вы Вас трудно спутать Вы же сами вопрос не знаете Вы же сами ответы не знаете Вы сейчас нас путаете Ну я не знаю ответа Нет или знаете Ну послушайте Где родился Пушкин Я знаю Скорее всего Либо надо Откинуть 50 на 50 Но лучше не тратить Берите подсказочку Давай подсказочку Давай 50 на 50 Уберите пожалуйста Два неверных варианта Чтобы подольше Подержаться Москве или Михайловску Я чую кожуха Ну видишь Я же тебе говорю В Михайловске Конечно В Москве В Москве В Москве И что вы говорите Вы стоите на Михайловском Нет Мы говорим А Москва Все таки Да Ответ А принят Спасибо за игру Да Ну почему вы не стояли На том что вот Романы зрители В равной мере Отстаивали Что мы проиграли Сейчас подожди Сейчас барабанная дробь Ну не томите уже Пожалуйста Пусть зажжется зеленый свет И я И я тогда С позором ухожу А потому что Меня Рома больше никогда В жизни слушать не будет Они любят Проигрывать Да Хотят конечно Не ваш профильный вид спорта А любая победа Однажды уж она Вы вкусили вкус победы Вкусили вкус Почувствовали вкус победы Все Уже теперь хочется побеждать Да У меня сердце вообще Сейчас выскочит Ну Это не потому что я проиграла Что думаешь А потому что Меня Рома больше никогда Служить не будет А ну чтоб слушать Ну пожалуйста Зажги зеленый Пожалуйста Мне же житья больше не будет Если бы вы стояли на том Что говорил Роман И публика Вы бы разумеется Проиграли Потому что Правильный ответ Масмеп Я же тебе говорила Самый эрудированный телезритель Который быстрее всех Правильно ответит на вопросы игры Получит Пять тысяч Рублей А в студии Где происходит игра Кто хочет стать Миллионером Олимпийские чемпионы Любимцы Спортивной публики Да и уж теперь не только Спортивной Самый шок Телезионной публики Татьяна Навка И Роман Костомаров Готовы Принять Новый Девятый Вызов Судьбы На 50 тысяч рублей Как называется Синтетическое волокно Которое разработала Лаборатория Высокомолекулярных Соединений Академии Наук СССР Это ваша сильная сторона Капрон Нейлон Лавсан Вискоза На это не стыдно Не ответить Даже не ответить Ничего страшного Как называется Тетянецкое волокно Звонок Разработал Лабораторию Высокомолекулярных Можно другой вопрос Нет Пропускаем Себе Себе Лаборатория Высокомолекулярных Соединений Академии Наук СССР Высокомолекулярных Нейлон Вискоза Овсан Даже не знаю Что происходит Ну давай позвоним Давайте позвоним Александра Ашотовича. Кому? Александра Ашотовича Атанесяна. Александру Ашотовичу Оганесяну. Атанесяну. Атанесяну. Это режиссер, известный нашим зрителям по фильмам «Сволочи». Сейчас говорят, он делает «Сволочи 2». «Чек» и другие достойные фильмы. Вот уж кто знает, кто придумал Капрон, конечно, это Александр Атанесян. Давайте, с удовольствием. С ним, когда не поговоришь, все на душе легче. Вы знакомы, Лидия? Очень хорошо. А вы-то откуда его знаете? Я с ним, у него снимаюсь в одной картине. А-а-а. Так ну, от Атанесяна все остросюжетное. А вы в постельных сценах снимаете? Нет, нет. А, чего ж такое. Алло, Александр? Да, Дима, добрый день. Здравствуйте. Да, вот это Дибров, программа «Кто хочет стать миллионером». Вот здесь у нас в гостях герой постельных сцен в вашем последнем фильме. Господин Костомаров сидит. Знаете такого? Костомарова, знаю, только вы ошиблись. Он дважды сыграл у меня покойника просто. Его усилили два раза в моих картинках. Это правда за постельные сцены. Александр, ну вот дело в том, что вот он не напоминает покойника в эти секунды, потому что рядом с ним восхитительная Татьяна Навка, а рядом с ней вот кто угодно воскреснет. Вот что. Я очень рад за Рому. Да, ну вот он и вертится-то как раз как у жаленой, потому что он находится в отчаянном положении. Ему хочется 50 тысяч рублей, а взять он их так просто не может. Поможете? Ну, сейчас опозоримся с ним вдвоем. Нас ждут тропа.